Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся на пятом этаже нашего огромного шестиярусного склада. Посмотрите, сколько здесь оптики, молдингов, фальш-решеток радиатора и все это может стать вашим. Поэтому звоните в «АвтоСтронг-М». Будут отличные цены и быстрая доставка. Ну а прямо сейчас мы будем решать вопрос по опилям. Итак, встречаем тот мотор, который вы просили в комментариях – популярный Z16XE-P. Двигатель Z16XE-P является модернизированной версией двигателя Z16XE, который появился в 2002 году. И он очень многим отличается от своего предшественника. Данный двигатель получил совершенно другую ГБЦ без гидрокомпенсаторов. Впускной коллектор обзавелся заслонками, которые перекрывают половину впускных каналов. Также данный двигатель получил облегченную цилиндропоршневую группу, клапан EGR с охлаждением и электронно управляемый термостат. Также в этом двигателе переделана передняя часть блока цилиндров. Теперь помпа системы охлаждения приводится ремнем навесного оборудования, а не зубчатым ремнем ГРМ. Данный двигатель Z16XE-P устанавливали на такие автомобили, как Opel Astra H, Opel Astra G, Zafira B, Meriva A и Vectra C. Сегодня мы будем разбирать двигатель, снятый с Opel Astra H 2006 года. Что можно сказать о надежности мотора Z16XE-P? В отличие от предшественника, он не страдает масложером, хотя второе компрессионное и маслосъемное кольцо стали тоньше. Трудоемкие хлопоты в этом двигателе создает система с заслонками TwinPort. Также здесь надо знать устройство системы вентиляции картерных газов и ни в коем случае не пропустить момент регулировки тепловых зазоров. Прямо сейчас в нашей разборке нам будет помогать человек, перед которым снимают юбки, даже поршни. Итак, встречаем, ваш любимый Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Как правило, заслонка в двигателе Z16XE-P никаких проблем не вызывает. Но может сильно загрязниться масляным налетом, если в двигателе некорректно работает система вентиляции картерных газов. После снятия и чистки заслонки надо сбросить ее старой адаптацией, иначе она будет работать некорректно и хаотично подбрасывать обороты. Легкосплавный впускной коллектор состоит из нескольких частей, как бутерброд. Сразу под дроссельной заслонкой находится перегородка, которая формирует длинные каналы. Так вот, она крепится двумя винтами к внешней части. Вот это внутреннее, это внешнее. Здесь точно также. Вот внешнее, вот внутреннее. Со временем эти болты ослабевают, и тогда эта перегородка начинает вибрировать и раздается очень такой тяжелый стук, как будто бы грохочут железные шарики. Также раздаются щелчки. Нередко такой звук связывает с серьезными проблемами в двигателе, но на самом деле все гораздо проще. Для устранения стука впускной коллектор нужно снять, разобрать, почистить, промазать герметиком все ребра и установить обратно. Тогда стук прекращается. Форсунки двигателя Z16XE-P могут дотечь топливом по уплотнительным колечкам. Данные уплотнительные колечки отдельно не продаются. Подходят от более свежего двигателя A16XER, а также от автомобилей Lada и Deo. Во фланце впускного коллектора находятся заслонки системы TWINPORT. Эти заслонки перекрывают прямые каналы наполнения цилиндров воздухом. Данные заслонки управляются вакуумным актуатором, за вакуум отвечает электровакуумный клапан. Данные заслонки с обратной связью и за их положением следит потенциометр, который находится под впускным коллектором. Заслонки особых проблем не создают, но по мере износа возникает проблема с определением положения заслонок. Потенциометр видит слишком крайнее положение заслонок. Это достаточно для того, чтобы появилась ошибка P1113. Для борьбы с этой проблемой уже придумано несколько вариантов ремонта. Все они сводятся к уточнению начального положения заслонки. Потенциометру можно задать начальное минимальное положение заслонки, надев на его втулку крепление трубку либо кембрик. Рычаг датчика положения в начальном положении упирается в его крепежную втулку. Сделав ее толще, можно изменить начальное положение, видимое потенциометром. Кроме того, можно придумать какой-то упор для общей рейки заслонок либо же повернуть датчик на его крепежном месте. Также можно последовательно припаять сопротивление 540-680 том, которое повысит минимальное напряжение до 0,3-0,4 вольта. Ошибки по системе TWINPORT могут фиксироваться из-за нарушения хода заслонок, когда впускные каналы забиты сажей или маслом. Также неправильное положение может фиксироваться из-за наличия люфтов между тягами заслонок, когда он слишком велик. Если какие-то проблемы с заслонками, вот эти тяги меняют либо на стальные, либо же просто их удаляют и все отверстия глушат. Двигатель Z16XEP оснащен управляемым нагреваемым термостатом. Это надо для его ступенчатого управления. Дело в том, что при малых нагрузках на двигатель термостат открывается при температуре охлаждающей жидкости в 105 градусов. А при высокой нагрузке ЭБУ нагревает термостат и открывает его для снижения температуры охлаждающей жидкости до 90 градусов. Раньше такие термостаты стоили очень дорого, а сейчас хватает качественных заменителей по цене примерно 45 долларов. Данный двигатель оснащен управляемым клапаном EGR. Знатоки рекомендуют чистить данный клапан каждые одну-две замены моторного масла. При проблемах с клапаном возникают точные диагностические ошибки и соответствующие симптомы в работе двигателя. Если клапан заклинил в открытом положении, то двигатель плохо с трудом заводится и глохнет сразу после запуска. Но такие случаи для данного двигателя редки. Чаще всего двигатель глохнет при включении на нейтральную передачу. Также наблюдается потеря мощности и симптомы детонации. Эти симптомы в некоторых случаях пропадают после снятия фишки с клапана EGR. Чистка клапана практически всегда помогает. Хотя его сервопривод может выйти из строя при долговременной эксплуатации с подклинивающим клапаном. Каналы для подачи отработавших газов находятся в так называемом фланце, который находится между впускным коллектором и ГБЦ. Отработавшие газы поступают в вихревые каналы, то есть в те каналы, в которых нет заслонок. Данный канал засоряется и тогда во впуск не попадают выхлопные газы, а вместо них попадает воздух. Тогда лямбда зонт фиксирует воздух в выхлопных газах и тогда появляется ошибка по бедной смеси и даже по неработающему клапану EGR. Для устранения таких проблем надо снимать впускной коллектор и чистить его. Эта процедура занимает много времени, потому что впускной коллектор находится позади двигателя, между ним и моторным щитом. На двигателях Z16XE-P используется общий модуль зажигания. Такой модуль зажигания используется на двигателях Z18XER, а также на более новых турбированных моторах Opel объемом 1.6. Данный модуль по оригиналу стоит 250 долларов. Но сейчас есть заменитель, который все рекомендуют от Delphi. Также есть более дешевые заменители. Беда этого модуля в том, что из-за плохих свечей пробивает один или несколько изоляторов. Естественно, это сопровождается пропусками зажигания и сопутствующими симптомами, то есть дерганиями и провалами при трогании и разгоне. Раньше для того, чтобы решить эту проблему, использовали эпоксидный клей для ремонта изоляторов и уменьшали свечной зазор. Теперь же хватает заменителей, естественно, недорогих, а также очень хороших бэушных изоляторов из «АвтоСтронга». Мембранный клапан системы вентиляции картерных газов находится в пластиковой клапанной крышке. Мембрана в этом клапане служит для создания баланса между давлением газа в картере и разряжением во впускном коллекторе, куда эти газы и утилизируются. Мембрана на данном двигателе является слабым местом. Естественно, с возрастом она трескается, и тогда под клапанной крышкой возникает очень сильное разряжение. Настолько сильное, что при работе двигателя на хвостом ходу невозможно снять открученную пробку маслозаливной горловины. Хуже всего, что двигатель буквально высасывает масло во впуск и доходит до того, что жор масла – литр на 100 километров. Двигатель буквально высасывает все масло, и от этого, естественно, страдают все пары трения. Также из-за высокого разряжения в картере двигатель может подсасывать воздух, из-за этого слышны свисты и шипения. Также может быть слышен свист, прохождение воздуха через штатное отверстие для сообщения мембраны с атмосферой. Двигатель при этом держит нестабильные холостые обороты. Очень важно вовремя заметить эту проблему, иначе можно доездиться до полного заклинивания двигателя. Лет 10-15 назад для решения данной проблемы нужны были большие деньги, потому что приходилось менять всю клапанную крышку в сборе, либо же мастерить неоригинальные мембранные клапаны. Сейчас хватает предложения и по клапанным крышкам, и по мембранам, и по неоригинальным мембранным клапанам. Также можно купить бушную отличную крышку в «АвтоСтронг-М». После решения данного вопроса необходимо почистить впускной коллектор, потому что там будет много сажи и масла. Номинальные зазоры клапанов на двигателях Z16XEP надо проверять и регулировать каждые 100000 километров. Тепловые зазоры здесь регулируются самым неудобным способом – подбором толкателей тарированной толщины. Всего 17 размеров. Номинальный зазор впускных и выпускных клапанов 0,25 и 0,30 миллиметров, плюс-минус 0,04 миллиметра. При некорректных зазорах возникают такие симптомы, как пропуски зажигания с провалами мощности и дерганиями. Для установления реальной причины дерганий многие владельцы меняют очень много запчастей, а выясняется, что проблема вот здесь. В ГБЦ два распредвала, 16 клапанов и насыщенный лаковый налет. Напоминаем, что этот двигатель горячий, термостат при нормальной работе двигателя открывается при 105 градусах. Ну и к состоянию кулачков у нас никаких претензий. Проблем с данными ГБЦ особо не случаются. В нашем случае видим, что был масложор. Явно от замены до замены приходилось масло доливать. Блок двигателя чугунный, открытая рубашка охлаждения, нагар на донышках поршней. Задиров нет, а хон примерно стерт наполовину. В редких случаях двигатели Z6 может появиться масло в системе охлаждения. Помимо проблем с прокладкой ГБЦ виновником может быть маслонасос. Дело в том, что маслонасос является частью передней крышки блока, там, где установлена помпа системы охлаждения. И если что-то не так с его прокладкой, то масло может попасть в систему охлаждения. Темная жидкость будет видна в расширительном бачке. Обратите внимание, как близко находятся масляные каналы и каналы системы охлаждения. Кстати, теплообменника в этом двигателе нет вообще. То есть, нет проблемного узла, из-за которого масло может попасть в антифриз либо же наоборот. Напоминаем, что компания «АвтоСтронг» выпустила отличный стикер-пак для Telegram. Заходим в Telegram, набираем «АвтоСтронг» и качаем стикеры. Также ссылочка на стикеры будет в описании. Будь в тренде с компанией «АвтоСтронг». Итак, по поршням. Поршни в двигателе Z16XEP имеют T-образный профиль. Высота компрессионных колец 1,2 миллиметра, высота маслосъемного кольца 2 миллиметра, что меньше, чем у двигателя 1,6XE. Но в отличие от предшественника, данный двигатель не страдает масложором, потому что эти кольца сделаны лучше при нормальном, естественно, масляном сервисе. Поговорим о состоянии. Все неплохо. Единственное, что небольшой износ на шатунных вкладышах, который указывает на наличие в масле и частичек закоксовавшегося масла. Что касается коренных вкладышей, все неплохо. Коленвал визуально тоже в хорошем состоянии. Для этого двигателя существует один ремонтный размер цилиндропоршневой группы и два ремонтных размера всех вкладышей. Обратите внимание, что верхние коренные вкладыши в отличном состоянии. Многим интересно отметим, что в данном блоке нет маслофорсунок. Разборка закончена и сегодня мы разобрали отличный мотор. Если бы не проблемы с мембраной системы вентиляции картерных газов и системой TwinPort, данный двигатель особых хлопот владельцам бы не доставлял. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».